МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии информационная программа «Республика» в студии Елизавета Хмелева. Главное сегодня. Успели до холодов. Жители, которые лишились крова из-за взрыва дома в поселке Туфси, отпраздновали новоселье. Что и почем, в Чебоксарах провели рейд по сетевым магазинам. Шекспировские герои заговорили по-чувашски. В театре юного зрителя поставили короля лир. 18 семей из деревни Туфси получили ключи от квартир. Жители, пострадавшего от взрыва дома, сегодня отпраздновали новоселье. Средства на строительство нового здания были выделены из резервного фонда республики. Улицу, на которой в январе произошло страшное, ЧП теперь не узнать. Благоустроенный двор, новая дорога и тротуары. С новоселами пообщались и мои коллеги. Построить в сжатые сроки после трагедии, которая случилась здесь в январе этого года, власти республики дали понять, что в новые квартиры люди переедут в самое ближайшее время. Спустя всего лишь 9 месяцев на месте старого дома, от которого остались одни руины, возвели новую многоэтажку. Семьи, которые в один миг остались без крова, этого момента ждали с нетерпением. Кто-то все это время ютился у родственников, кому-то временное жилье подыскали районные власти. Переезд в новые квартиры надолго не затянулся. Люди возвращаются обратно в родную деревню Тувси. О трагедии жителям напоминают только руины. Их огородили лентами. Знак неподалеку указывает, что это опасная территория. На торжественной церемонии слова благодарности звучат в адрес строителей. Возвести жилье им удалось раньше намеченных сроков. Но главное до наступления холодов. На самом деле я благодарен всем тем участникам, спасателям, спонсорам, волонтерам, которые сразу отозвались на эту беду и сделали все для того, чтобы жители вовремя могли получить в данном доме соответствующее подустроенное комфортное жилье. Для комфорта жильцов в доме создали все условия. Проводить ремонт в квартирах уже нет необходимости. На стенах обои, на кухне установлена газовая печь и подключена система индивидуального отопления. Для тех, кто лишился не только крова, но и имущества, даже такие мелочи важны. Обустраивать свое жилье многие новоселы начали недавно. Приходила, помогала. Это когда свободное время было. Я свою квартиру там и уборки делала, и это. Все, все. Очень, очень даже. Даже лучше, чем раньше. Намного уютнее, говорят жильцы, стало и во дворе. Здесь установили новую игровую площадку и даже посеяли газон. А это уже окраина районного центра. Через пять лет здесь планируют возвести 10 многоэтажных домов. Квартиры в них предусмотрели для цивильских очередников. На территории другого участка планируют построить более 140 коттеджей. Поселятся в них многодетные семьи и дети-сироты. Тройки идет, жизнь продолжается, да? Строители радуются, то, что есть спрос на квартиры. Квартир не хватает проблем на сегодняшний день. Когда будете вводить в эксплуатацию эти дома? До Нового года. До Нового года? Практически там есть у нас. Разрешительные по газу, по коммуникациям, все эти разрешенные вопросы? На эти дома газа хватает. Эти земли пустовали долго. Недавно их начали осваивать. Участки были переданы республике из федеральной собственности. Но в новых районах города возводят не только жилье. Недавно здесь открылся детский сад. А в этом году началось строительство еще одного дошкольного учреждения. Менри Ковалев и Евгений Анисимов. Республика. Посетил глава республики и аграрно-технологический техникум. Недавно за внедрение в учебный процесс инновационных программ образовательное учреждение получило специальный грант. Выпускники техникума на расхват не только в сельскохозяйственных предприятиях. Ребят здесь обучают и швейному делу. В фойе для гостей организовали небольшую выставку достижений студентов. Те, кто учится на старших курсах, уже начинают сотрудничать с местными ателье. В мастерских шьют спецодежду, платья и даже куртки. В техникуме для будущих портных и модельеров был открыт ресурсный центр швейного производства. Михаил Игнатьев отметил, что на рынке труда их профессии пользуются большим спросом. Это уже второй уровень, который уже готовится получить наиболее востребованную специальность. Вам сами нравится, нет? Да. Будущие специалисты агроотрасли стажировку проходят не только на базе местных предприятий, но и за рубежом в Германии. Там они получают сертификат европейского стандарта. Сотрудничает техникум и с ведущими вузами республики. С выпускниками и их возможными работодателями Михаил Игнатьев поговорил за круглым столом. Глава республики отметил, что к ученикам техникума предприятия должны присматриваться с первых курсов. Практиковаться молодые должны начинать в цехах на реальном производстве. Учебное заведение руководители организации обещали поддерживать. Как много в этом слове для сердца русского слилось. В современной России так можно сказать не только про Москву, но и про тарифы ЖКХ. В очередной раз цены на коммунальные услуги повысились в июле. Однако вопросы у россиян возникают до сих пор. На некоторые из них ответили на пресс-конференции в Доме правительства. Первое полугодие 2013 года россияне платили за коммунальные услуги по ценам 2012. Зато со второго полугодия тарифы выросли, правда, в определенных пределах. Планки роста поставил сам Владимир Путин. По распоряжению президента в среднем за год рост цен на услуги ЖКХ не должен превышать 6%. Если с января по июля рост составил 0%, то чтобы получить среднюю арифметическую цифру 6, 1 июля тарифы должны были вырасти не больше, чем на 12%. Однако многие граждане путем собственных расчетов пришли к выводу, цены выросли не на 12, а на 112%. Специалисты утверждают, такие выводы граждане делают от непонимания. Население увидело, высчитало эти тарифы, было-стало, сложило все 114, 115, 106%, у них получилось за обличные 600-500%, и они нам говорят, просубмировали, неправильно понимают население. Мы, когда изучаем материалы, переписку, которые поступают в адрес Государственной религиозной инспекции от граждан, в большинстве своем видим, что люди, даже в Государственную религиозную инспекцию, обращаются в прокуратуру, в большинстве своем они сравнивают размеры платежей отдельно взятой услуги, коммунальные, например, по воде сравнивают, допустим, уровень начисления платежей в декабре прошлого года. Или там отдельно берут, допустим, за отопление, сравнивают с уровнем декабря прошлого года. Или наоборот, даже еще не декабрем, а июнем 2012 года. Другими словами, если одна из услуг, к примеру, вода подорожала больше, чем на 12%, или, выражаясь языком специалистов, больше, чем на 112%, то на какую-либо другую услугу цены поднялись совсем незначительно. А в среднем выходит, что все в пределах нормы. Горячая вода повысилась на 141%, мы говорим про открытую систему горячего водоснабжения. Средний рост тарифа на 106% идет вода-водотведение, на 14,5% идет газ-электричество. Мы сегодня укладываем те 12% заявленные поручения. Так или иначе, любые обращения граждан, а их с начала года поступило более полутора тысяч, проверяются. По результатам проверок выявлено более 560 нарушений, выдано 465 предписаний. Впрочем, даже если все начисляется по закону, платить россиянам от этого легче не становится. Облегчить ситуацию могут специальные субсидии. К примеру, положены они тем, кто тратит на оплату жилья и коммунальных услуг больше 20% дохода. На субсидии имеют право собственники жилого помещения, пользователи жилого помещения в муниципальном и государственном жилищном фонде, наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилом фонде. Средний размер субсидий составил 1047 рублей. Кроме субсидий, различные категории граждан имеют право на меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. Федеральные льготники – это ветераны боевых действий, инвалиды Великой Отечественной войны, члены их семей, граждане, пострадавшие от воздействия радиации, имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг. Кстати, по сравнению с соседями по ПФО, в плане коммунальных расценок Чуваши выглядят вполне привлекательно. В таблицах по стоимости услуг ЖКХ наш регион занимает нижние строчки. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня, после летнего перерыва, депутаты Чебоксарского городского собрания собрались на очередное заседание. О том, что должно измениться после него в городской жизни, расскажет Ольга Пырочкина. Кто за? Принято. Изменения в бюджет города Чебоксарский депутат одобрили единогласно. Кошелек города потолстел на несколько сотен миллионов рублей. В соответствии с предложенным проектом, бюджет города Чебоксара на 2013 год увеличивается по доходам на 301 миллион 492,6 тысяч рублей. Это достигается за счет прогнозируемых дополнительных поступлений налогов и налоговых доходов в сумме 139 миллионов 486,1 тысяч рублей. И также за счет увеличения в сальдированной сумме безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней на 162 миллиона 6,5 тысяч рублей. Дополнительные средства потратят на выплаты зарплат бюджетникам и на строительство спортивных объектов. На 137 миллионов больше, чем в прошлом году направят на жилищно-коммунальное хозяйство. Кроме того, деньги пойдут на благоустройство. Впрочем, эту сферу на заседании обсуждали отдельно. Дело в том, что теперь у столицы Чувашии появился специальный объемный документ под названием «Правила благоустройства территории города Чебоксары». Четко прописаны такие моменты, как, к примеру, допустимые расстояния от окон жилых домов до мусорных баков, возможные места расположения площадок для выгула собак, правила устройства парковок и вывоза мусора. Правда, до сих пор остаются территории, с которых мусор не только некому вывозить, но и убирать. Эта работа продолжается. Такие территории, к сожалению, продолжают выявляться. Мы их, по мере выявления, также закрепляем за администрациями района. Ну а еще одно изменение, которое также приняли депутаты, денег, вероятно, в бюджет не добавит, но значительно облегчит жизнь тем, кто занимается социально значимым бизнесом, а значит и всем горожанам. Предприниматели, которые арендуют у города помещения под частные детские сады, теперь будут платить на 70% меньше. В целях развития организации детских дошкольных учреждений на территории города Чебоксары предлагается применить льготный коэффициент к рыночному размеру арендной платы. В настоящее время этот коэффициент составляет 0,3. То есть, фактически 30% от рыночной стоимости размера арендной платы будут оплачивать такие организации. Прошу поддержать проект решения. Также 31 заседание депутатов изменило устав города, порядок приватизации городского имущества и положение по перевозке пассажиров общественным транспортом. В повестке дня значилось 16 вопросов. В следующий раз собраться депутаты планируют в октябре. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика. Сегодня представители городской администрации Чебоксар провели очередной рейд по сетевым магазинам столицы. Проверяющих интересовало, насколько широко представлена продукция местных товаропроизводителей и как отличаются цены. Такую проверку несколько недель подряд проводили в сети магазинов «Магнит». Комиссию тоже заинтересовали цены, продукты и внешний вид торгового зала. Теперь очередь дошла до магазинов «Калач» и «Спар» в северо-западном районе столицы. По словам начальника управления потребительского рынка и предпринимательства, в администрацию города неоднократно поступали жалобы от жителей на стоимость продуктов. Не обнаружили проверяющие и логотипы «Покупай Чувашская». Я не знаю, чья она. Сейчас можно спросить, конечно, да. Ну, похоже, если грязи очень много, наверное, дождевая погода, наверное, наша, думаю, привезет. Сейчас спросим, кто поставщик. Заметили вот тенденцию, то, что, значит, больше продукции привезены в других регионах. И наши местные продукты выставлены в очень малом ассортименте. Мы, конечно, над этим вопросом сейчас, значит, посерьезнее, ну, не посерьезнее, как-то больше внимания будем обращать. По словам фасихи Солдатовой, такие меры действенны. Некоторое время назад, после подобных рейдов, местная продукция появилась в торговых точках. В администрацию города планируют провести совещание, на котором обсудят вопросы присутствия местных продуктов на прилавках федеральных сетей. Успех работы пожарных во многом зависит от исправности источников водоснабжения. Всего в Чувашии более 11 тысяч подобных источников. Во время осеннего рейда сотрудники главного управления МЧС и предприятия «Водоканал» проверяли исправность гидрантов на территории столицы республики. Сейчас в Чебоксарах всего более 3 тысяч источников водоснабжения. Во время рейда проверили почти 2 тысячи. Из них 168 неисправны. Два гидранта у одного из корпусов педуниверситета оказались нерабочими. Были составлены акты. Если нарушения не устранят, то организации оштрафуют. По словам специалистов, цицерны хватает в среднем на 5 минут работы пожарных. Поэтому во время чрезвычайной ситуации мрандмейстеры в первую очередь устанавливают машины на подобные гидранты. Завершилась масштабная тактико-специальное учение, проведенное Республиканским оперативным штабом по управлению контртеррористическими операциями на территории Красноармейского и Цивильского районов. В ходе учения с применением авиации и военной техники отрабатывались способы противодействия диверсионно-террористическим группам, проникшим в республику для совершения теракта. Группировка сил и средств оперативного штаба совершенствовала навыки взаимодействия в условиях, максимально приближенных к боевым. Особенностью стала высадка тактического воздушного десанта, замкнувшего кольцо блокирования учебного противника. Также отработаны задачи перевроски бронетехники в заданные районы по воздуху. Применение авиации позволило повысить мобильность и огневую мощь силовой группировки. Совместными действиями подразделений специального назначения учебный противник был блокирован и уничтожен. Завершилось учение обезвреживанием взрывоопасных предметов и отработка действий следственной группы по расследованию совершенного преступления. Результаты учебной контртеррористической операции ценены положительно. Все звенья управления и личный состав действовали слаженно. Особое внимание в ходе учения уделили обеспечению безопасности жителей Красноармейского и Цивильского районов. О культуре. Король Лир и его подданные заговорили на чувашском языке. В Театре юного зрителя премьера спектакля по пьесе Уильяма Шекспира. Произведение «Гения» с мировым именем на чувашский язык перевел Владислав Николаев. Именно этой постановкой открылся 81-й театральный сезон в Тюзе. На премьере побывали и мои коллеги. Последние приготовления волнение нарастает. Наталья Шамбулина готовится особенно тщательно. К Шекспиру питает слабость с малых лет. К этой роли шла долго. Еще когда стояли Ромео и Джульетта, я очень мечтала сыграть кормильцу. Но не получилось, видите. И я очень рада и счастлива, наверное, что именно в «Короле Лире» досталась мне эта роль Ганнерильи, старшей дочери. Спектакль поставил художественный руководитель театра Станислав Васильев. Признается, что работать было интересно. Сама постановка получилась не совсем обычной. По декорациям, костюмам героев и реквизиту сложно определить, в какой эпохе происходит действие. В сценографии очень много символики. Постановка заставляет по-новому взглянуть на классический шекспировский сюжет. Спектакль «Король Лире» получился не столько о родительском горе и бессилии, сколько о разрушении человеческого в самом человеке, семье, обществе. Мне кажется, не зря сегодня Шекспир, именно пьеса «Король Лире» появляется во многих театрах России и мира. Ощущение такое, что сама среда диктует эту пьесу сегодня поставить, потому что вопросы, которые возникают в сегодняшнем мире, не только семейные, но и государственного уровня, разрушение государств, взаимоотношения между государствами, взаимоотношения внутри семьи, оно очень похоже, и мне кажется, оно сегодня очень актуально. Спектакль «Король Лир» – первая часть проекта «Мировая классика» на чувашском языке, поддержанного Министерством культуры России. Вторую часть гранта составит перевод и постановка пьесы «Мамаша Кураж» и ее дети Бертольда Брехта. Галина Титарчук, Надежда Яковлева, Андрей Шоклев, Республика. Синтепон, проволока, куски ткани и фурнитура – это все, что нужно, чтобы получить удовольствие и доставить радость окружающим. Наталья Селезнева – кукольница-самоучка. Ее творение – произведение искусства. О необычном увлечении Чебакса Сарки на пенсии в нашем сюжете. Одинаковых кукол никогда вообще не получается. Вот захочешь сделать – ни за что это не получится, потому что как бы сам процесс всегда вот уже улыбочка появляется. Видите? Вот так стежок за стежком в руках Натальи Ивановны начинает оживать кукла. Форма тела, цвет глаз и волос подбираются в процессе изготовления. Какой получится кукла, не знает даже сама хозяйка. Все зависит от настроения и подручного материала. Сделать вот такие вот пальчики, тоже из проволоки, тоже вот так все это обматывается, сюда приматывается. А потом вот получается, куклы-то могут и сидеть, вот у них ножки же двигаются все, ножки могут и стоять, куклы. Ангелина, Дульсинея и Кузьмич – особенные для Натальи Ивановны. Они у нее первые. Второй этап творческого развития – изготовление панно по фотографиям. Процесс не менее трудоемкий, но результат того стоит, говорит кукольница. Среди любимых работ – панно с изображением снохи и сына – автопортрет. И косички вот умерут. И я вот как раз галстук искала. Ну, нашла на Арбате, на нашем, когда день города был, день республики. Ой, так обрадовалась, что галстук нашла. Рукоделем Наталья Селезнева занимается два года, с тех пор, как вышла на пенсию. 20 лет она проработала в налоговой службе. Новое увлечение приносит много радости и удовольствия, рассказывает мастерица. Вы знаете, это какое-то умиротворение все равно, потому что творчество, оно как-то отвлекает, наоборот, от всех мыслей. И как-то кажется, что, может быть, даже возврат в детство где-то, как говорится же, все равно, может быть, где-то не доиграли пенсионерам, если действительно тоскливо и что-то хочется интересного в жизни. Никогда не поздно начать. Никогда не поздно. Все эти куклы уже нашли своих хозяев. Наталья Селезнева заверила, что это только начало ее творчества. И она еще найдет, чем удивить. Ольга Алексеева, Андрей Шоклев, Республика. Герои следующего репортажа начинают творить с детства. Семья, дом, любовь – это то, в чем нуждается каждый человек. А эти дети особенно остро. Чувства они выражают в своих работах. Мои коллеги побывали на выставке «Детство, творчество, фантазия» в Центре психолого-педагогической реабилитации. Таня любит плести из бисера, учится вышивать. А специально для выставки она сделала жар-птицу из манной крупы. Вырезаешь трафарет, потом его накладываешь на бумагу, обводишь и везде размазываешь клей. И сверху маму кашу сыпешь, потом стряхиваешь. Легко. Данная выставка нам нужна для того, чтобы показать творчество воспитанников интернатных учреждений и детских домов. И лучшие работы будут представлены на финале окружного фестиваля. Итоги будут подводиться 27 сентября. Жюри будет выбирать по трем номинациям. Пять лучших работ будут представлены в Республике Мариел на финале конкурса. В региональной выставке прикладного творчества принимают участие 11 интернатных учреждений и детских домов. Выставка детства творчества «Фантазия» проходит в рамках реализации проекта ПФО «Вернуть детство». Его цель – выявить талантливых творческих детей среди воспитанников интернатных учреждений. В душе у всех детей, прежде всего, семья. Что у ребенка должны быть и отец, и мать. И это видно во многих картинах. Вот две кошечки, два веселых гуся. Тут целый ряд, целая серия кукол, где указана семья. И вот дети, наверное, непроизвольно, вот изнутри у них это происходит, доказывают, говорят о том, что они нуждаются все в семейном окружении. Этот зал – продолжение предыдущего. Уходим от лебедей, цветов, жар-птиц и попадаем в молочную страну. Здесь кубики из кефирной тары, бинокль из йогуртовых бутылочек, смешарики и елочки из молочных пакетов. На лугу пасутся ко – так называется конкурс творческих работ. Далеко – это ферма коровья. Там много коров. И там машина приезжает, она в Ядоне. И вот они перевозят это Ядонское молоко в Чебоксары. В этом конкурсе принимают участие все школьники Чебоксары-Новочебоксарска. Победители определят 28 сентября. Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова